Нобелевский лауреат, писатель Ромен Ролан, утверждал, что лучше узнать истину наполовину, но собственными силами, чем узнать её целиком, но с чужих слов и выучить, как попугай. Если вы готовы к поискам истины, давайте начнём прямо сейчас. С вами я, Олег Шишкин, и в эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе. Уникальные роботы-сапёры и первое подразделение спецминирования. Российская армия продолжает перевооружаться и расширять свои возможности. Кто такие стелс-сапёры и какие задачи они будут выполнять? Подготовить хорошего сапёра – это в сравнении, как подготовить лётчика того же. Надо иметь к этому склонность, талант. Крёстные матери сицилийской мафии. Кто они – самые опасные женщины планеты? Чем прославились и какие подвиги вписали в кровавую летопись преступного мира? Это одна из самых загадочных женщин в мире гламура и преступности. Вместо Бэтмобиля – моторная лодка. Дизайнеры представили уникальный катер, внешне похожий на истребитель. Кто станет его покупателем? Это последние передовые технологии, их ещё называют нанотехнологии. Он жил без лица 16 лет и впервые смог посмотреть на себя в зеркало после уникальной операции. Он получил новый облик и надежду на нормальную жизнь. Кто подарил Патрику Хардисону своё лицо? Шансов на то, что он встанет, что он выздоровеет, что начнёт обычную нормальную жизнь, не было. Клуб 27 и загадочная смерть легендарного Курта Кобейна. Кому мог помешать рокер и почему поклонники не верят в версию о самоубийстве? У тебя был какой-то договор с Кортни? Ну да, она предложила мне 50 штук за убийство Кобейна. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Новейшие роботы-сапёры Кобра 1600 поступили на вооружение российской армии. Они входят в состав современного мобильного комплекса. Кобра относится к роботам первичного осмотра и разминирования. Он предназначен для проведения разведки, поиска и изучения потенциально опасных объектов. Для выполнения таких задач робот оснащён набором видеокамер и механическим манипулятором, выдвижной стрелой с захватом. Она позволяет поднимать и перемещать грузы весом до 25 килограммов. Кроме того, в российских вооружённых силах создан ещё один вид спецназа – отряды спецминирования. Первая такая рота уже приступила к выполнению боевых задач. Кто такие стелс-сапёры? В чём их главная миссия? И какие ещё новинки вот-вот появятся на вооружении сапёрных войск нашей страны? Они появляются в тылу под видом беженцев. Собирают взрывчатку из подручных материалов и устраивают диверсии. Штабы, гостиницы для офицеров, солдатские казармы. Всё может взлететь на воздух в любую минуту. В российской армии создаются диверсионные отряды спецминирования. Сами военные называют их стелс-сапёрами или подрывниками-невидимками. Так называемое подразделение стелс-сапёры было создано на базе 1-й гвардейской черно-сапёрной бригады. Остальное назначение данного подразделения – это проведение оперативного минирования различных объектов. Стать подрывником-невидимкой дано не каждому. Надо знать свыше 800 типов мин и боеприпасов всех армий мира, изучить более 900 единиц инженерного оборудования, пройти тысячу часов практики на минном поле. Подготовить хорошего сапёра – это сродни, как подготовить лётчика того же. Надо иметь к этому склонность, талант. На особом контроле характер и психика будущего стелс-сапёра. Одного лишь терпения и внимания недостаточно. Надо обладать отлично развитой мелкой моторикой рук, уметь быстро восстанавливать зрение после внезапной вспышки света, не бояться близких взрывов и свиста пуль. Дело в том, что мины, которые сейчас используются на поле боя, они в корне отличаются от тех мин, которые, например, использовались во время Второй мировой войны. Мины стали умные, мины стали коварные, мины стали избирательные. Мало кто знает, что подразделения специального минирования использовались ещё в Афганистане. Подрывники-невидимки действовали вместе с отрядом спецназа ГРУ. Тактика отработана годами. Стелс-сапёры в такие операции, как правило, с собой берут запас мин. Это порядка 5-6 мин. С собой берут различные средства взрывания. Это бетфордовые шнуры, детонирующие машинки. Это запас детонаторов. Это могут быть капсуль-детонаторы. Это могут быть детонаторы с электрическим взрыванием. На вооружении у стелс-сапёров есть мины и взрывные устройства самых разных типов. Даже новейшие интеллектуальные системы для мин-ловушек. Например, взрывчатка может лежать на полу в виде ковра, а взрыватель среагирует только на запах любимого одеколона вражеского генерала. Мины сейчас выпускаются безоболочковые. Не всегда их может обнаружить миноискатель, который, например, имеет диапазон поиска как раз металлических оболочек. Мины получили радиовзрыватели. Мины могут срабатывать от различных видов излучения, работают по командному лучу, по таймеру и так далее. Новейшее оружие стелс-сапёров – противопехотные мины с искусственным интеллектом. Взрывное устройство прекрасно отличает вражеского солдата от коровы или собаки. После чего мина определяет, откуда двигается цель, и сама поворачивается навстречу врагу. Сенсоры мины слышат технику за 150 метров, а человека – за 70. Управлять таким интеллектуальным минным полем можно через обычный планшет. После войны такое минное поле легко обезвредить одним кликом. На сегодняшний день подготовлено уже более 200 стелс-сапёров. Почти все они служат в западном военном округе. В Палермо арестовали крёстную мать сицилийской мафии. Марию Анжелу Дитропани обвинили в организации и руководстве преступным сообществом. По мнению следствия, 49-летняя женщина стояла во главе одного из наиболее влиятельных в Сицилии кланов Ресутана. Руководители других кланов называли её хозяйкой. Дитропани арестовали во время полицейских рейдов, в которых участвовали две сотни стражей порядка и два вертолёта. Вместе с крёстной матерью в руки полицейских попали ещё 24 человека. Супруг Марии Анжелы, известный киллер Сальвино Мадонни, уже отбывает пожизненный срок за убийство местного коммерсанта. По всей видимости, супруга скоро присоединится к своему возлюбленному. Но сколько ещё женщин-мафиози остаётся на свободе? И кто они? Самые опасные женщины в мире. Эта красотка не просто очередная звезда социальных сетей. Клаудия Очоа Феликс – глава одного из самых жестоких мексиканских наркокартелей «Лос Андракс». В соцсетях у Клаудии более 35 тысяч подписчиков. Она с удовольствием постит многочисленные селфи с оружием, дорогими машинами и домашним любимцем – хищным сервалом. Это одна из самых загадочных женщин в мире гламура и преступности. Про неё известно, что после того, как её бойфренда, её мужа, полиции удалось посадить за тройное убийство, она возглавляет одну из самых жестоких группировок в Мексике. Клаудия возглавила «Лос Андракс» в 2014 году. Судя по тому, что картель процветает, а гламурная красотка даже не думает скрываться, помимо выдающихся внешних данных, она обладает ещё и незаурядным интеллектом. Это всё-таки девушка, да, очень красивая, поэтому не может удержаться. Ну и во-вторых, по всей видимости, очень серьёзные связи имеет. Это позволяет ей как раз-таки вести такой открытый образ жизни. В отличие от гламурной Клаудии, британская подданная с американской грин-картой Анна Гристина вела совершенно непримечательный образ жизни тихой домохозяйки. Но в сентябре 2012 года женщину задержали по обвинению в организации проституции и торговле людьми. Оказалось, что образцовая супруга и многодетная мать более 15 лет содержала на Манхэттене элитный бордель. Ей предъявлялись обвинения и в похищении людей. И якобы вот именно на этом бизнесе бордели и похищения людей она сколотила достаточно большой капитал, около 10 миллионов долларов. Несмотря на то, что суду были предоставлены серьёзные улики, Анна отделалась всего 19 неделями тюрьмы. Британские СМИ писали о том, что столь мягкий приговор преступницы обеспечили связи в полиции Нью-Йорка, ФБР и прокуратуре. Начиная с 1989 года, Интерпол ежегодно составляет перечень самых опасных международных преступников. В разное время его возглавляли Усама Бен Ладен и Пабло Эскобар. Но в 2008 году во главе списка впервые оказалась женщина Джуди Моррад. 64-летняя пенсионерка из Мельбурна оказалась главой самого крупного клана наркоторговцев в Австралии. Её в данный момент осудили, она находится в изоляции от общества и по обвинению в убийстве. Ну, скорее всего, она, опять же, из тюрьмы наверняка сохраняет влияние и руководит процессом. В 2010 году Джуди Моррад приговорили к 26 годам тюрьмы по обвинению в заказном убийстве. Но её преступная группировка продолжает контролировать более 50% наркооборота Австралии. Когда женщину что-то заставляет на такой шаг, какой-то происходит психологический сдвиг в её жизни, что она и идёт на то, на организацию такой преступной деятельности. Джон Дуглас, руководитель отдела поведенческого анализа ФБР, считал, что женщины-преступницы гораздо изощрённее мужчин. Они организованы, расчётливы, быстрее и легче приспосабливаются к изменяющимся обстоятельствам и способны хладнокровно мыслить даже в самой безнадёжной ситуации. Я думаю, что тем женщинам, которые становятся у руля именно у преступных группировок, удаётся это сделать с учётом именно неординарного ума, потому что управлять преступной империей, но это как бизнес-империи, необходимо иметь навыки менеджмента. Просто они занимаются бизнесом по другую сторону закона. В 2011 году профессор Калифорнийского университета Пол Экман предположил, что женщинам изначально намного легче управлять мафиозными кланами, потому что там иерархия построена по принципу обычной семьи. Именно поэтому неприметная домохозяйка, пожилая любительница кошек или даже модная тусовщица, могут легко управлять своей собственной бандой головорезов. Далее в программе. Вместо Бэтмобиля моторная лодка. Дизайнеры представили уникальный катер, внешне похожий на истребитель. Кто станет его покупателем? Это последние передовые технологии, их ещё называют нанотехнологии. Он жил без лица 16 лет и впервые смог посмотреть на себя в зеркало после уникальной операции. Он получил новый облик и надежду на нормальную жизнь. Кто подарил Патрику Хардисону своё лицо? Шансов на то, что он встанет, что он выздоровеет, что начнёт обычную нормальную жизнь не было. Клуб 27 и загадочная смерть легендарного Курта Кобейна. Кому мог помешать рокер? И почему поклонники не верят в версию о самоубийстве? У тебя был какой-то договор с Кортни? Ну да, она предложила мне 50 штук за убийство Кобейна. Неизвестные страницы в истории США. ЦРУ рассекретило архивы о спецоперации Нордвудс. Ради чего американские спецслужбы собирались устроить теракты в собственной стране? Почему операцию заблокировал президент Кеннеди? И могли ли его за это убить? Пассажиры возвращались к местам своей жизни, поскольку у них были вымышленные имена. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. С момента презентации в США знаменитого Бэтмобиля прошел ровно год. И вот уже дизайнеры радуют общественность своей новой разработкой. На этот раз это катер, созданный для главного героя саги о защитнике мифического Готэма. Новую игрушку Бэтмена назвали «Альфа Центавра». Этот брутальный скоростной катер сочетает в себе роскошь суперяхты и мощь гоночного гидроплана. Брюс Уэйн непременно бы оценил такой дизайн. Роскошные модели моторных катеров привлекают огромное количество людей. Кто их приобретает? И где можно встретить целую выставку уникальных суперяхт? На этих кадрах уникальный катер, разработанный японскими инженерами. На судне установлены два пятилитровых мотора. Мощность каждого из них почти 500 лошадиных сил. Двигатели разгоняют лодку до 80 километров в час. Чтобы добиться такого результата, конструкторы изготовили кузов катера из углепластика. Действительно, это уникальный катер, яхта, потому что, во-первых, он сделан из поликарбонада. Это последние передовые технологии, их еще называют нанотехнологии. Длина катера почти 13 метров. Ширина около 4. Судно рассчитано на 8 человек. Борт оборудован системой кондиционирования и акустической системой премиум-класса. Управляется такая лодка штурвалом с тачскрином. Информация о состоянии систем выводится на большой дисплей. Катер сделан в единственном экземпляре. Серийное производство модели под вопросом. Взять в руки штурвал этого катера мечтает половина мужского населения планеты. Еще бы, ведь судно легко разгоняется до 70 километров в час. На борту помещается 12 человек. Но самое удивительное – это раздвижные крылья, увеличивающие площадь палубы почти вдвое. Может раскладываться, значит, в расширенную площадку для солнечных ванн, чтобы там, значит, поднимались лежаки, шезлонги, вот, так сказать. И вот в результате где-то в какой-то тихой бухте, там, совершенно далеко от морского волнения, вот он может раздвинуть борта. Эва-43 разработали в Италии. По задумке инженеров, всеми системами катера можно управлять с планшета. Одно прикосновение к экрану меняет освещение в каюте или запускает платформу для аквабайка. Стоит футуристическая лодка – 750 тысяч евро. Цена этой новинки – почти полтора миллиона долларов. Но специалисты считают, покупатели найдутся. Ведь судно создали дизайнеры спорткаров для фильмов про Джеймса Бонда. Эксперты уверены – на таком катере шпион ушел бы от любой погони. Он рассчитан на очень высокий уровень потребления, но он сделан ровно в тех традициях, в которых делались еще, значит, тысячи лодок до него. И с точки зрения дизайна, и с точки зрения мореходных качеств. 11-метровая лодка разгоняется до 92 километров в час. Она вмещает 8 человек и оснащена выдвижными крышей и столиком, которые трансформируются в кровать. Подходит туча с дождем, соответственно, вы нажимаете кнопку, у вас задняя палуба, которая над моторным отсеком приподнимается, из-под нее извлекается стеклянная палуба, которая сверху накрывает кокпит. А этот катер от немецких инженеров. Многие эксперты сравнивают с автомобилем. И действительно, борт очень похож на седан премиум-класса. У лодки закрытая кабина с панорамной крышей из так называемого умного стекла. Оно автоматически меняет уровень тонировки в зависимости от яркости солнца. Максимальная скорость судна 74 километра в час. Обойдется роскошная лодка в 1 миллион 250 тысяч евро. А на этих кадрах настоящее чудо инженерной мысли – суперкатер «Волли Пауэр» 118. Лодка создана в 2002 году, но до сих пор ей нет равных. Она оснащена тремя двигателями общей мощностью почти 17 тысяч лошадиных сил и разгоняется до 111 километров в час. Совсем недавно катер выставили на продажу за 12,5 миллионов евро. Эксперты отмечают – он того стоит. Ведь это единственный катер в мире, сочетающий в себе комфорт дорогих яхт с превосходными скоростными качествами. Опубликовано видео человека, которому врачи пересадили новое лицо. Сложнейшую операцию провели американские хирурги. В общей сложности медики работали 26 часов. Пострадавший при пожаре в 2001 году участник добровольной пожарной дружины ждал этого дня 16 лет. И теперь он впервые за долгое время может посмотреть на себя в зеркало. Как изменилась жизнь Патрика Хардисона после пожара? Через какие испытания ему пришлось пройти? Каково это – жить и бояться собственного отражения? И кто подарил ему свое лицо? Так Патрик Хардисон выглядел еще полтора года назад. Съемные ушные протезы, неподвижные веки, вместо губ сшитые хирургами складки кожи. Патрик согласился на операцию по пересадке лица, несмотря на то, что по оценкам врачей риск смертельного исхода составлял 50%. Я очень люблю свое новое лицо. Это просто фантастика. Я теперь могу гулять по улицам, и никто не убегает от меня. Я просто обычный парень. Патрику было 27 лет, когда он служил в добровольной противопожарной команде. Во время очередного пожара он забежал в дом, чтобы проверить, не остался ли кто-нибудь внутри. Совершил подвиг во время пожара. Для того, чтобы спасти, вытащить людей, он кинулся, хотя уже его товарищи по пожарной команде предупреждали, что уже все сейчас обвалится крыша. Спустя несколько секунд потолок рухнул, и пожарного завалило горящими обломками. Он смог выйти из огня, но получил ожоги 80% тела. Он получил очень сильный ожог лица, в результате которого даже маска, которая защищает лицо пожарного, прилипла к его лицу, и ему пришлось отдирать эту маску и каким-то образом немного задержать дыхание, прикрыть глаза, он выбежал, вместо головы у него была какая-то обугленная головешка, как говорили очевидцы. Патрик говорил, что его боялись даже собственные дети. Именно поэтому он без раздумий согласился на пересадку лица, как только нашелся подходящий донор. Им стал 26-летний художник Дэвид Роудбах. Его сбила машина. И этот молодой человек уже год или два, он просто лежал уже как труп, был подключен к системам внешнего дыхания, он был в коме, и за ним ухаживала его мама. Но шансов на то, что он встанет, что он выздоровеет, что начнет обычную нормальную жизнь, не было. Родители молодого человека согласились отдать лицо их сына бывшему пожарному. Правда, хирургам пришлось изменить форму черепа Патрика, чтобы новая внешность выглядела максимально естественно. Трансплантация длилась больше суток. Одна бригада снимала все лишнее с Патрика, а другая бригада одновременно, параллельно набирала строительный материал у донора. Брали и нос вместе с хрящом, вместе с кожей у пациента. Брали не просто веки у донора, а брали веки вместе с мышцами. Вырезали полностью это. Хардисон стал первым человеком в мире, которому пересадили чужое лицо. Теперь Патрик впервые за многие годы может моргать и спать с закрытыми глазами. Теперь я могу сказать, что счастлив, потому что, наконец, могу быть нормальным отцом для своих детей. Могу ходить с ними вместе и не думать, что пугаю окружающих. Несмотря на то, что Патрику придется всю оставшуюся жизнь принимать препараты, снижающие иммунитет, он говорит, что впервые за 16 лет чувствует себя абсолютно комфортно. Далее в программе. Клуб 27 и загадочная смерть легендарного Курта Кобейна. Кому мог помешать рокер? И почему поклонники не верят в версию о самоубийстве? У тебя был какой-то договор с Кортни? Ну да, она предложила мне 50 штук за убийство Кобейна. Что упало, то пропало? Или быстро поднятое не считается упавшим? Что такое правило пяти секунд? Почему в него слепо верят? И что на это ответит официальная наука? Женщины более склонны, точнее говоря, поднимать с пола что-то более вкусное. Потерянное звено эволюции живет в джунглях Восточного Эквадора. Кто такие люди Хуаорани? И чем они отличаются от других народностей, населяющих нашу планету? Такими глубокими познаниями не обладают даже многие ученые. Как они с этим справляются, не имея специальных лабораторий и каких-то специальных средств? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Дочь лидера группы Нирвана Курта Кобейна и певицы Кортни Лав опубликовала видео, в котором исполнила свою дебютную песню, посвященную отцу. Фрэнсис Кобейн родилась в 92-м году, а в апреле 94-го ее легендарного отца нашли мертвым у себя дома в Сиэтле. Курт Кобейн входит в так называемый «Клуб 27». Под этим названием фанаты объединили исполнителей, которые ушли из жизни на пике славы, не дожив до своего 28-летия. Вместе с Кобейном в клубе значатся такие известные музыканты, как Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин и Эми Уайнхаус. Смерть Курта Кобейна стала шоком для всех поклонников Нирваны. Согласно официальной версии, Курт застрелился из дробовика. Но существуют и другие теории о смерти музыканта. Не исключается также версия об убийстве. Кто был заинтересован в смерти Курта Кобейна? И почему фанаты до сих пор отказываются верить в версию о суициде? 8 апреля 1994 года. Сиэтл. Электрик Гэри Смит приехал устанавливать сигнализацию в доме Курта Кобейна. Он звонил в дверь несколько раз, но ему не открыли. Решив, что хозяин заснул, Гэри зашел в дом. В оранжерея на втором этаже он обнаружил тело, лежащее в луже крови, и вызвал полицию. На месте происшествия полицейские нашли ружье и предсмертную записку. Содержание героина в крови музыканта в три раза превышало смертельную дозу. Криминалисты решили, что Кобейн совершил самоубийство. Причем произошло это еще три дня назад. По социальной версии полиции, он покончил жизнь самоубийством путем выстрела себе в рот из дробовика. Перед этим он выпил пиво, искурил сигарету и, значит, ввел в себя состояние наркотического опьянения. То есть сделал себе инъекцию с героином. Первыми официальную версию раскритиковали журналист Ричард Ли и частный детектив Том Грант. Они утверждали, одна смертельная доза героина убивает человека мгновенно. Кобейн при всем желании не смог бы вколоть три дозы, а затем еще и выпустить себе пулю в голову. Он бы тут же потерял сознание, практически молниеносно. И он бы даже, его бы нашли со шприцом в этом вине. Он бы даже не успел шприц извлечь, если бы это было бы им самим сделано. А здесь шприц лежал отдельно, и на нем еще колпачок находился пластмассовый. Еще одна нестыковка. На ружье не нашли отпечатков пальцев. Так же, как и на ручке, которой рок-звезда писал предсмертную записку. В первой части текста Кобейн говорит о желании покинуть сцену. Во второй – прощается с женой и дочерью. По мнению экспертов-графологов, последние строки написаны не его рукой. Но если это было убийство, то кто нажал на курок? Абсолютно неудивительно, что первое подозрение упало на вдову Курта Кобейна. Она получала колоссальнейшее наследство в случае его смерти. У них были к тому времени уже очень напряженные отношения. То есть никакой уже там большой любви не было. За неделю до смерти Курт Кобейн сбежал из наркологической клиники. Музыкант отправился в Сиэтл к себе домой, где временно жил его знакомый Майкл Дэвид. Приехав на место, Кобейн попросил друга покинуть особняк. Обиженный Майкл тут же позвонил его жене, Кортни Лав. Она точно знала, где находится муж, но тем не менее, зачем-то заявила в полицию об исчезновении Кобейна. Она знала, где он находится, при этом она вводила в заблуждение и как следственного органа, так и своего детектива, которого она же сама и наняла. То есть, понимаете, тут очень нелогичные ее действия. Нелогичные и очень непонятные до сих пор. Масло в огонь подлил режиссер Ник Брумфилд. Он снял фильм-расследование о смерти Кобейна, в котором показал интервью с рок-музыкантом Элденом Хоуком. Слова Хоука шокировали весь мир. У тебя был какой-то договор с Кортни? Ну да, она предложила мне 50 штук за убийство Кобейна. Хоук заявил, что отказался от предложения Кортни Лав и даже не воспринял ее слова всерьез. Через несколько дней после скандального интервью Хоук погиб. Этот факт стал еще одним аргументом в пользу версии об убийстве. Но зачем Кортни Лав убивать своего мужа? Друзья пары говорили, что в последнее время между супругами были напряженные отношения. Незадолго до смерти Кобейн начал собирать документы для оформления развода. Но Кортни Лав не хотел расставаться с рок-звездой и особенно с его деньгами. Кортни Лав был уже очень популярный человек и уже большие гонорары шли. И безусловно, в случае, когда что-то произошло, бы эти деньги так перешли ей по наследству, как с законной наследницы, а так могли бы улететь куда угодно. Поэтому, в общем, там конфликт был серьезный у них между собой. Сама Кортни Лав с негодованием отрицала обвинение в убийстве супруга. У нее было железное алиби. Ночь с 5 на 6 апреля она провела в полиции. Приняв большую дозу наркотиков, устроила дебош в одном из баров. Идеальное алиби Кортни Лав испортила ее адвокат по разводам Розмари Кэррол. Она рассказала, что вечером 5 апреля Кортни заходила к ней в офис и забыла там рюкзак, в котором лежали исписанные листы бумаги. На них Кортни тренировалась подделывать почерк мужа. Ее в полицию вызывали, безусловно, и она была в числе подозреваемых, так сказать. Но это все не было доказано, не было доведено до конца. А может и было доведено до конца, но не было улик и не было никаких доказательств. Версия о том, что убийство Курта Кобейна заказала его жена, вызвала шокирующий общественный резонанс. Полицейские Сиэтла провели повторное расследование и в марте 2014 года отчитались о результатах. Они подтвердили первоначальную версию. Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством. За два дня до трагедии музыканта видели в оружейном магазине. Он покупал патроны. Причиной суицида могло стать нестабильное психическое состояние Кобейна. Со следствием согласилась и мать певца Венди Кобейн. Она рассказала, что ее сын страдал от биполярного расстройства и неоднократно пытался наложить на себя руки. Его шестнадцатая попытка суицида оказалась последней. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон снова в центре внимания британских таблоидов. Причиной стало событие, которое произошло во время ежегодного цветочного шоу в Челси. На праздники герцогиню угостили помидорами черри. Знаменитый в Британии теле- и радиоведущий Крис Эванс преподнес супруге принца Уильяма томаты из собственного огорода. Одна ягода выскочила из рук герцогини и упала на землю. Кейт, как ни в чем не бывало, подняла ее и положила в рот, вызвав тем самым целый шквал обсуждений. За герцогиню вступились сторонники правила пяти секунд, которые уверены, если еду поднять в течение пяти секунд, она не успеет испачкаться. Как появилось это правило? И стоит ли этому верить? Ребят, налетай! Когда возникла легенда про пять секунд, неизвестно. Но существует огромное количество людей, уверенных, что за это время микробы просто не успевают добраться до пищи. В большинстве случаев правило пяти секунд упоминается как шутка. Например, она очень популярна среди студентов, которые не могут себе позволить выбросить упавший бутерброд. Студенты даже говорят, что правило пяти секунд для них слишком шикарно. И ввели правило пяти минут. То есть, чтобы не обсемениться в отерине, еда может полежать и пять минут на полу, прежде чем ее съешь. Многие эксперты уверяют, быстро поднятая еда безопасна для организма. И это правило можно легко доказать. В ресторанах это ведь регулярно происходит. И вот этому свидетельству у меня гораздо больше, чем про людей, которые сами по себе поднимают еду с пола. И у всех есть официанты знакомые, кто на кухне работал. И они регулярно роняют котлетки, и не только котлетки. И иногда даже не моют. И никто ничего не замечает. Шутки про пять секунд есть в каждой стране мира. Но мало кто знает, что это правило всерьез исследуют ученые. Первое исследование правила пяти секунд провели в 2003 году. Практикантка из Иллинойского университета Джиллиан Фларк выяснила, что, например, на школьном полу мало микробов, способных навредить людям. Неужели правило пяти секунд оказалось правдой? Выпускница одной из американских школ взяла смывы с полов в различных комнатах в школе и стала обнаруживать, есть ли на них патогенные микробы. Во многих из ее исследованиях обнаружено их не было. Это действительно так. Если пол достаточно чистый, в принципе, наверное, можно эту еду съесть. И не обязательно, что ты заболеешь. Шансы подцепить именно патогенный микроб очень малы. Но вторая часть эксперимента показала, что правило пяти секунд не работает. Джиллиан Фларк поместила на пол бактерии кишечной палочки. Оказалось, что они способны прилипнуть к упавшей пище всего за одну секунду. Удостойна была за это Шнобелевская премия. Она ее получила за то, что это как бы очевидно, и доказывать это не нужно, что если еда входит в прикосновение с кишечной палочкой, то кишечная палочка будет там на еде. Также Кларк провела опрос и выяснила, что женщины гораздо чаще подбирают еду с пола, чем мужчины. 70% женщин в курсе правила пяти секунд. И только 56% мужчин в курсе этого правила. Женщины чаще более склонны, точнее говоря, поднимать с пола что-то более вкусное и сладостей, чем там брокколи какую-нибудь или цветную капусту. Но на этом исследования не закончились. В 2016 году специалисты из Радгерского университета США провели масштабную работу по изучению правила пяти секунд. Они бросали еду на поверхность, зараженную сальмонеллой. При этом пища оставалась на полу от одной до трех секунд. Исследование заключалось в том, что различные четыре вида еды, это были сладкая липкая конфета, кусок хлеба с маслом, обычный кусочек хлеба и арбуз, были помещены на пол с разной поверхностью. Соответственно, из нержавеющей стали, на плитку керамическую, на ковер и на деревянную поверхность. Самой безопасной поверхностью для еды, к удивлению ученых, оказался ковер. А больше всего бактерий собрал на себе кусочек арбуза. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что микробам интереснее продукты с высоким содержанием воды. При этом исследователи все же признали, что правило пяти секунд в большинстве случаев не работает. Центральное разведывательное управление США рассекретило очередную партию документов. В этот раз речь идет об архиве, который насчитывает более 12 миллионов страниц. Материалы относятся к так называемым неиспользуемым исторически ценным записям, которым 25 и более лет. Среди миллионов бумаг нашлись и весьма интересные упоминания об НЛО, телепатии и военных преступлениях спецслужб. Особое внимание исследователей моментально привлекли подробности операции «Нордбудс». В это сложно поверить, но 56 лет назад ЦРУ совместно с Объединенным комитетом начальников штабов США планировали нападение на собственную страну. 13 марта 1962 года министр обороны США Роберт Макнамара представил план операции на утверждение президенту Джону Кеннеди. Почему президент Кеннеди отказался от диверсии и уволил несколько высокопоставленных чиновников Министерства обороны? Мог ли отказ от той спецоперации стать причиной убийства президента? Смертный приговор для американцев. Вот как называют этот рассекреченный документ военные эксперты. Ради победы в холодной войне правительство США хотело убить сотни собственных мирных граждан и солдат. Суть задумка была такая, спровоцировать и изобразить, придать видимость некой агрессии со стороны Кубы в отношении США. При этом даже допускалась возможность не только имитации потерь, но и реальной потери личного состава американского. Развязать Третью мировую войну на территории своей страны предложил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Лайман Лемницер. Именно он разработал операцию под кодовым названием «Нордвудс». В Соединенных Штатах рассматривались две возможности, две возможные провокации. Первое – организовать теракты в Майами, во Флориде. Почему именно там? Потому что близко находятся от Кубы. Якобы теракты, которые якобы совершили кубинцы с острова свободы против Соединенных Штатов. По плану, после серии взрывов в крупных американских городах подставные кубинские террористы должны были атаковать базу США в заливе Гуантанамо. Генерал Лайман Лемницер предлагал взорвать военный корабль, чтобы погибли сотни американских офицеров и матросов. В рамках операции «Нордвудс» перед объективами тысяч телекамер в прямом эфире должен был погибнуть национальный герой Америки и живой символ космической эпохи. Предполагалось, что его драматичная смерть всколыхнет общественное мнение. Жертвой кубинских террористов должен был стать и Джон Гленн, первый американский астронавт. Планировалось взорвать ракету, когда бы она отрывалась от Земли, а затем обвинить кубинцев в диверсии. Чтобы у рядовых американцев не осталось никаких сомнений в необходимости войны с «Островом Свободы», правительство США хотело сбить гражданский самолет. Это должно было стать финальным аккордом операции «Нордвудс». В рассекреченных документах ЦРУ подробно описан сценарий этой авиакатастрофы. Мы должны создать такой инцидент, который убедительно будет демонстрировать, что кубинский истребитель атаковал и сбил чартерный гражданский самолет на пути из США в Гватемалу, Панаму, Венесуэлу или на Ямайку. Пассажирами рейса должна быть группа студентов колледжа на каникулах. Этот постановочный теракт отличался от остальных. В инсценированной авиакатастрофе никто не должен был погибнуть. Военный эксперт Михаил Зеленков уверен, ЦРУ просто хотело потренироваться в организации катастрофы без реальных жертв. На роли пассажиров-студентов планировали пригласить актеров. Но на самом деле он бы не был уничтожен, а он на низкой высоте, так что он не отслеживался радарами, ушел бы на авиабазу Эдлин, которая находится в штате Флорида, а с подводной лодки был бы выброшен мусор, парашют, обломки самолета и так далее. Пассажиры возвращались к местам своей жизни, поскольку у них были вымышленные имена. Но план Нортмутс так и не был реализован. В последний момент, в марте 1962 года, президент Джон Кеннеди отказался подписывать этот документ. Через некоторое время практически все разработчики этого плана были со своих постов сняты и отправлены в другие места службы. В частности, генерал Лемницер был отправлен в Европу руководить объединенными силами НАТО. Решение Кеннеди вызвало недовольство у военной элиты страны. Чуть больше года спустя, в ноябре 1963-го, президент Джон Кеннеди был убит. Многие политологи считают, что это не случайное совпадение. Но разработка операции Нортмутс не прошла даром. Именно тогда, в 60-х, спецслужбы начали готовить для своих инсценировок так называемых «кризисных актеров». Реалистично корчиться от боли, профессионально изображать муки и биться в конвульсиях. Вот их специализация. На этих кадрах видно, как смертник взрывает себя в зале ожидания. Вокруг него десятки погибших и раненых. Сложно поверить, что на самом деле это постановка. При помощи подобных сфабрикованных терактов и подставных жертв правительство США до сих пор оправдывает свою военную агрессию. Один из ресторанов Гонконга удивил посетителей необычным блюдом. Гостям предлагается отведать мозг обезьяны. Долгое время в Азии существовал запрет на этот деликатес. Любители обезьянных мозгов могли заразиться редким вирусом, который приводил к слабоумию или смерти. Но запрет недавно отменили, и блюда снова вернулись в меню ресторанов с экзотической кухней. Гурманы утверждают, что по вкусу мозг обезьяны очень напоминает холодный соевый пудин. Стоимость блюда может составлять от 2 до 5 тысяч долларов США. Между тем на земле существует племя, для которого мясо обезьян фактически единственный источник питания. Где обитает таинственный народ Хуарани? Как живет без благ цивилизации? И почему некоторые исследователи считают людей Хуарани тем самым потерянным сменом эволюции от обезьяны к человеку? Эволюция человека еще не закончена. Такое заявление сделали эквадорские ученые. По мнению специалистов, на земле существуют люди, тела которых развились не совсем обычным образом. Например, у представителей племени Хуарани особое строение стопы. Ученые утверждают, что ноги этих индейцев больше похожи на обезьяньи. Антрополог Кристиана Роско уверяет, эта физиологическая особенность вовсе не болезнь, а способ подстроиться под среду обитания. Хуарани – это племя, которое обитает на востоке Эквадора, в так называемых дождливых амазонских лесах. Между реками Куррэй и Напо, в 150 километрах от Дурэну. Численность населения этого племени от двух до четырех тысяч человек. И что самое удивительное, до сих пор они не соприкасались с цивилизацией. Хуарани почти не носят одежды, живут в хижинах из тростника и питаются только тем, что удается поймать в джунглях. Чаще всего их добычей становятся обезьяны. Легче всего им добыть обезьяну. Они идут по лесу и они могут учуять мочу обезьян. Значит, что обезьяны, значит, мочатся с деревьев. И вот люди чувствуют этот запах, подкрадываются к ним и убивают пару обезьян, в то время как остальные не замечают, что эти их сороки были убиты. Охотиться на обезьян Хуарани выходит с самодельным ружьем, длинной полой трубкой из пальмового дерева. Из нее они выстреливают дротиками с моченными ядом. Когда яд проникает в кровеносную систему обезьяны, она с глухим стуком падает на землю, а потом падает вторая обезьяна, третья и так далее. Мы подбираем их и несем разделывать. Это самая ходовая дичь для нас. В погоне за обезьянами людям из племени Хуарани часто приходится лазать по деревьям. Из-за этого их стопы приобрели причудливую форму. Поскольку они охотятся за обезьянами, у них, ну и вообще ходят босиком по земле все время, у них очень сильная плоскостопие, практически плоская стопа и растопыренные пальцы. И этот плоскостопие и вот эти растопыренные пальцы, они еще больше укрепляются в генофонде этого племени, просто в силу того, что из века в век эти люди, они лазают по деревьям, чтобы охотиться. Помимо уникальных способностей быстро лазать по деревьям, люди Хуарани обладают невероятными знаниями о растительном мире. Только они умеют добывать сильнейший токсин кураре в природных условиях и делать из него не только яд, но и лекарства. Они берут из природы определенные вещества, и они очень хорошо знают эти вещества, которые находятся в джунглях, в растениях. Такими глубокими познаниями не обладают даже многие ученые. Как они с этим справляются, не имея специальных лабораторий и каких-то специальных средств? На самом деле это достойно уважения. Но если эволюция человека не прекратилась, и при этом люди племени Хуарани до сих пор живут как в каменном веке, то, может, именно они и есть то самое недостающее звено эволюции из знаменитой теории Дарвина. Хуарани действительно уже не занимаются земледелием. Они охотники и собиратели. Такой образ жизни был характерен для Homo sapiens в период от 190 тысяч лет назад до 10 тысяч лет назад. То есть большую часть истории мы были охотниками-собирателями, так же, как сейчас в Хуарани. По мнению других экспертов, Хуарани никак не могут быть промежуточным звеном эволюции от обезьяны к человеку. Считается, что американский континент был заселен людьми позже всех остальных. Америка заселялась в основном после 15 тысяч лет назад, а Австралия 60 тысяч лет назад. Поэтому от кого мы можем меньше всего ожидать от того, что они являются промежуточным звеном, это от американских индейцев. Власти Эквадора очень бережно относятся к Хуарани. После того, как в 1990 году во время разведки нефтяных месторождений это племя едва не исчезло, правительство страны официально закрепило за ним территорию в 6125 квадратных километров. Кроме того, были созданы специальные охранные зоны, куда запрещено вторгаться без разрешения этого удивительного народа. Немецкий поэт Готхольд Эфраим Лессинг считал, что поиск истины значительно ценнее, чем обладание ею. Давайте искать истину вместе! С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok